В школе номер один продолжается плановый капитальный ремонт системы отопления, гардероба и других помещений. В связи с этим обучение школьников начнется в здании двух других городских школ. Подробнее расскажет Александра Литкова. Зданию школы номер один в Наринмаре чуть больше 30 лет. Ремонт системы отопления за этот период проводился выборочно. Капитального и вовсе не было. Учитывая наши суровые зимы, в последние годы у нас стали выявляться проблемы уже серьезные. И в связи с этим мы, конечно, и приступили к ремонту системы отопления. Плюс к этому у нас новый гардероб, который должен соответствовать всем требованиям безопасности, в том числе. Потому что тот гардероб, который был, ну прям, скажем, не соответствовал ничему. Утепление окон первого этажа. И, в общем, еще у нас будет космический ремонт библиотеки проводится в рамках ремонта. Для того, чтобы она стала тоже более современной. Потому что она у нас тоже в ремонты прошлых лет не подала. Кроме того, в учреждении в этом году будет создан центр цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей «Точка роста». Как отметил Юрий Канев, благодаря федеральному проекту Министерства просвещения, школьники смогут увидеть современные формы обучения. Кроме того, в школе появится современный компьютерный класс, зона каворкинга, в которой можно будет проводить внеклассные занятия, а также впервые появится 3D-принтер. Что касается организации образовательного процесса, то школьники первый месяц учебного года проведут в двух других школах Наренмара. В течение сентября обучение будет проводиться в двух учебных заведениях. Это имеется в виду Ненинская школа-интернат, в которой у нас будет проводиться обучение первых и четвертых классов, в первую и вторую смену. И все остальные классы с 5 по 11 будут обучаться во вторую смену с 14 часов в школе номер 4. Первая школа – одна из крупнейших в городе. В новом учебном году здесь будут обучаться более 900 детей. 90 из них – первоклассники.